Спортсмены волнуются. Через несколько минут им предстоит пройти своеобразную полосу препятствий. Испытать себя на прочность в этом году решили шесть парней и девять девушек. Вы такие молодцы, вы такие активисты. Я вам очень благодарна, что вы у нас есть. Кроссфит – это комплекс физических упражнений. Он может включать элементы тяжелой и легкой атлетики, силовых видов спорта. Самое главное – затратить как можно меньше времени на прохождение многоборья. Такую задачу и ставили перед собой участники чемпионата. В соревнования включали четыре этапа. Три вида силовых упражнений и прыжки. Схитрить на дистанции не было шансов. За правильностью выполнения следил судья на дистанции. Подробный инструктаж участники получили от главного рефери Евгения Харченко. Берете его сразу и протягиваете с собой. Опустили, коснулись, в поле. Кто-нибудь не будет касаться, получаются штрафные очки. Будем считать. Первое, что требовалось от участников – поднять вес. Следующий этап – присесть двумя гантелями. Затем махи снарядами. И заключительное – прыжки через степ. Количество повторений для каждого упражнения – 10. До финиша дошли все участники. Среди девушек самой быстрой оказалась чемпионка города по пауэрлифтингу Маргарита Ким. Из парней лучшую скорость показал Владислав Лопатин. Я вообще пришла как поучаствовать, мы мне предложили и решила попробовать как по скорости. Ну вообще так тоже в тренажерном зале занимаюсь, но никогда на скорость не пробовал выполнять упражнения. Конечно, я не ожидал, что выиграю первое место, но тем не менее, ну вот выиграл, победил. Ощущение даже намного острее, чем перед соревнованиями. Самый главный приз победителям – сертификат на посещение Тэквондолэнда. Приятным сюрпризом стали подарочные сертификаты в ледовую арену, бассейн «Чайка», пригласительные на любой спектакль в театр, презенты от Салона Красоты, модный дворик и магазина «Литуаль». Продолжение следует...